АПЛОДИСМЕНТЫ «Это про что?» – удивленно спрашивает папа. «Постеснялся бы перед ребенком», – говорит мама, – «совсем в своей механике погряз, даже детских сказок не помнишь». «Ты много помнишь», – отвечает папа. «Да уж побольше тебя», – говорит мама. «Не обращая на нее внимания, Гриша, – говорит папа, – твоя мама как вечный двигатель. Раз заведется, а потом не остановишь. Рассказывай, что там в этом твоей сказке». «Жили-были старик со старухой. Однажды старик говорит старухе, – испекла бы ты мне, старуха, колобок». «Я твоей маме уже неделю говорю, – испекла бы ты блинов». «А ей все некогда, видите ли», – замечает папа. «Конечно некогда. Весь день волчком верчусь то на работе, то дома». «Долго их печь», – усмехается папа. «Вот возьми и сам испеки. У Никитина Алексея посуду жене мыть помогает, а ты никогда палец о палец не ударишь». «Ты много удаляешь», – возражает папа. «Только перед зеркалом тебя и видно. А ты бы хотел, чтобы я растрепой ходила». «Ладно, Гриша, рассказывай дальше. Маму твою все равно не переспоришь». «Ну, в общем, старуха испекла колобок и поставила его на окошко, чтобы остывал. Мне бы такую жену, – говорит папа. «Тебе бы только на глухой старухе и жениться, чтобы она не слышала твоего вечного брюзжания». «Кто больше брюзжит?», – усмехается папа. «А лучше, если бы она еще и немая была», – говорит мама. «Рассказывай, Гриша, дальше», – кивает мне папа. «Я ведь говорил, что твою маму не остановишь». Колобок спрыгнул с окошка, – продолжаю я, – и побежал в лес. Старуха оказалась такой же разъявой, как твоя мама. «На себя посмотри», – говорит мама. «Ну ладно, Гриша, – говорит папа, – время уже позднее. Скажи вкратце, чем в этой твоей сказке все дело кончилось?» «Кончилось тем», – говорю я, – «что колобок встретил лесу, и она его съела». «То есть как съела?», – недоверчиво спрашивает папа. «Очень просто. Открыла рот и съела. Безобразие!» – восклицает папа, вскакивая из-за стола. «Учат ребенка сказкам с трагическим концом. Кто им позволил травмировать детские души?» – «Воспитатели» называется. Прежде чем приступить к чтению рассказа, я должен предупредить, что фамилия его главного героя совершенно случайно совпадает с фамилией нашего ведущего. На самом деле Александр Александрович не имеет ничего общего с этим героем и даже является его полной противоположностью, что он сам может подтвердить. Иванова-старшего встретил Иванов-младший с улыбкой от уха и до уха. «Папа, у нас завтра в школе математическая олимпиада состоится, и надо к ней несколько задачек придумать. У меня уже готовы. Прочитать тебе?» «Ну что ж, прочитай», – сказал Иванов-старший, усаживаясь перед сыном на стул. Младший открыл тетрадку и стал с выражением читать. «Мой папа – шофер. Он возит зерно со склада на мельзавод. В кузове папиной машины есть небольшая дыра. За каждый рейс в нее вываливается три килограмма зерна. В месяц папа делает триста рейсов. Сколько зерна теряется у папы за пятилетку?» «Ну и сколько же мрачно?» – спросил Иванов-старший. «Пятьдесят четыре тонны. Двадцать машин почти, что быстренько посчитал отец. Не ошибся ты?» «Нет, вот проверка есть. Теперь вторая задачка. Папа кончает работу в пять часов, а домой приходит в десять. Средняя скорость пешехода – четыре километра в час. На каком расстоянии дома находится папин гараж?» «Ответ на расстоянии двадцать километров. Стал бы я топать в такую даль, проворчал Иванов-старший. Ну-ка, читай дальше. Задачка номер три. Тридцать раз в году папа ходит на охоту и еще тридцать раз на рыбалку. Сколько воскресенье проводит он с семьей? Ну и сколько же? Вот тут что-то не выходит. Получается, что охота рыбалок больше, чем воскресенье. «Ну, отбульное там, рабочий день, иной раз прихватишь. Тогда сходится. Теперь последняя задачка. Папа читает год-две книги. Всего в библиотеке, где он записан, двадцать тысяч томов. Сколько лет понадобится ему, чтобы прочитать все книги в библиотеке?» «Десять тысяч лет». Иванов-старший задумчиво почесал затылок, поморщил лоб и спросил, «Это что ж, при всей школе буду читать твои задачки?» «Да, правда, хороший? Я думаю, завоевать с ними первое место». «Воображения у тебя маловато, вздохнул отец. Кругозор узок. Сходим-ка мы с тобой сегодня в бассейн. Там две трубы есть. В одну вода вливается, в другую выливается. Можно составить оригинальную задачку». АПЛОДИСМЕНТЫ